Девушки отдыхают Нетрезвое правосудие. Этой ночью судья Черниговского районного суда врезался в навесные конструкции. Произошло это, когда он хотел обогнать трактор. От удара машина перевернулась. Судья, находившийся за рулем, получил множественные травмы. Пассажир видимых повреждений не получил. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил тест и свидетельство тракториста. Сначала гражданский, а затем уже и военный долг. Призыв на срочную службу осень 2015 начался. Но отправка призывников из сборных пунктов переносится с 5 октября на 2 ноября. Это связано с проведением местных выборов. Будущим солдатам предоставили возможность проголосовать, а после отправиться служить. Начальникам генерального штаба, главнокомандующим ЗСУ принято решение перенести отправки молодого пополнения призывников осень 2015 на 2 листопада. И отправка будет продолжаться с 2 листопада по 20 листопада. То есть мы из Запорожьей области за 20 лет должны отправить примерно 600 призывников призывного века, от 20 до 27 лет, которые отвечают требованиям. И во время эскалации конфликта и в периоды затишья они собирали свежие материалы и эксклюзивные кадры. Все для того, чтобы показать телезрителям ситуацию в зоне АТО такой, какая она была в действительности. Самые запоминающиеся поездки спецпроекта «Донбасс» сегодня и все то, что осталось за кадром. Не пропустите фильм о фильме «Второй сезон». Сегодня в 19.45, сразу после выпуска новостей. 152 мм. Это мина? Мина 120. Они объездили больше 20 тысяч километров автодорог Донецкой области. Майже 9 месяцев працюют по всей лінії фронта. Давайте будем ходить. На яскравіші моменти. И все, что осталось за кадром. А також найближчі плани знімальної группи спецпроекту телеканалу ТВ5 «Донбасс» сегодня. Дивіться, фильм про фильм. Другий сезон. Индустриалізація в творчестве. В рамках 12 художественного пленера «Хортіца сквозь века» комбинат «Запорожсталь» посетили 18 художників і фотографів. Они приїхали з разных уголков України, щоб увидеть всю мощь предприятий, отобразити впечатління в своєм творчестве. Подробності у Діані Клочко. Тема пленера – індустриалізація нашого регіона. За всю исторю проведення таких творчих встреч на території комбината «Запорожсталь» он вперві. По просьбі художників, екскурсію для них проводит главний інженер Владимир Буряк. Была предложена, или просьба была, посетити «Запорожсталь» і з натурою, як художники, щоб нарисували то, яким вони видять його. Ірина Гресик – організатор пленера. Художественному іскусству посвятила більше 30 років. Говорить, рисувати тут – в цехі – унікальна можливість окунутися в історію. Те, що в нас є можливість побачити завод «Запорожсталь» – це, звичайно, дуже цікаво. Звичайно, цікаво і для запорістів, яких в нас дуже багато на пленерів, і ще більше цікаво для приїжджих художників. Отец Ірины також був художником. Більшінство його картин зв'язані з металургиєю. Це і портрети металургов, і производственний процес. Така тематика інтересна і Ірине. Заняв в удобне місце, ділає перші ескізи. Це, в принципі, начерки, які дають такі швидкі такі враження. В принципі, начерк – це початок любої творчої роботи серйозної. Починається все з того, що художник фіксує перші свої такі враження. Владислав сразу приступив к роботі на холсте – маслом. В картині пробують передати все ощущення від роботи большого предприятия. Я придерживаюсь классической живописи. То, що ми видим, то ми і пишем. В данному часі це цеха, рельси, переливи света, тіни, такі ощущення, остатки повідаючої осени. Все, що є. А там будемо старатися, як получится. Владислав, як і інші художники, увидел весь процес роботи комбіната «Запорожсталь». Художники побували в цехі горячої прокатки тонкого листа номер один, увидели непрерывний травільний агрегат номер 4 і посетили живой уголок. По итогу екскурсії, каждый із них ізобразил на холстах і бумагі своє видення запорожского металлургического комбіната. Я думаю, це действительно буде картина, яка відображає 2015 год видінням художників, художників України, нашого Запорожжя. Я думаю, це буде і остров Хортиця, я думаю, це буде і камінна могила. І в тому числі мені приємно, що це буде комбінат «Запорожсталь». Ірина надіється, що в скором времени снова сможет побувати в разных цехах комбіната «Запорожсталь», щоб сотворити новий шедевр і уделити внимание тому, чому не успела в цей раз. Кожен художник бачить щось своє. Тобто і ми, як організатори цього пленера в Запорізці, навіть своє місто, навіть хортиць, навіть ті речі, до яких ми звикли, ми кожен раз бачимо якийсь зовсім менший ракурс. Торт позора і рекордні шкварки. В Запорожжі отметили День Города. Традиційна Покровська ярмарка, приурочена к этому празднику, в этом году растянулась на два дня. За уикенд горожане штурмом взяли праздничный торт і вместе з запорожськими поварами установили рекорд України по приготовлению шкварок. Эти выходные на Покровській ярмарці провела і Оксана Заводовська. До відкриття Покровській ярмарці остаються считанні минути. Запорожські кондитери подготовили свій подарок. Це 250-килограммовий торт. Для його приготовління понадобилось 50 кг муки, 50 сахара і 50 кг сгущенки. Це не просто торт, а целий город. Тут і запорожські казаки, і часы влюбленних, і герб Города. Шість кондитерів работали над самым большим запорожським тортом на протяжі 2-х недель. В цьому году к символу Покровській ярмарці в нашому місті добавили новий елемент – український венок. На второму ярусі возвышається український венок. Венок – це оберег, який нас охороняє від всього злого і недоброго. Запорож'я – це Україна. Ми любимо українців, тому ми з цві символіку… Венок був собран по українським традициям. Каждий цветочек, каждая ленточка имеет своє значення. Ярмарка традиційно проходила на набережной магістрали. Горожане начали собираться ещё задолго до её офіціального начала. І ровно в 9 часов утра состоялось торжественное открытие. Доброго здоров'я, шановні добродії! Покровський ярмарок традиційно забрал нас напередодні великого свято на честь покрови пресвятої Богородиці. После открытия символ ярмарки торт разрезали і начали раздавать гостям. Желаючих полакомиться десертом було немало. Вот только пробраться к торту оказалось не так просто. Не всем посчастливилось попасть к желанному торту. Галине Беляевой всё-таки повезло. И она попробовала кусочек. С большим трудом. И волна людей меня туда занесла. Волна желающих полюбоваться и полакомиться. Как-то выжили. Замечательный торт. Большое спасибо тому, кто делал. После сладкого лакомства Галина направилась на особенную фотосессию с запорожским казаком. Он оказался необычным. Это сало, это хлеб. Я дядя, как казак. Это как украинская культура. Украинская культура и традиции на Покровской ярмарке чувствовались во всём. Студенты Запорожского училища моды и стиля представили на празднике коллекции украинских вышиванок. Второй день Покровской ярмарки открывают фестивалем шкварок. На этой сковородке, диаметр которой 2 метра, одновременно жарят 250 кг сала. Запорожцы устанавливают рекорд Украины. Галина здесь с самого утра. Говорит, специально пришла пораньше. Хочет успеть попробовать запорожские рекордные шкварки. Мы подошли, посмотрели за взвешивание. Пошли на выставку цветов. А сейчас вернули, чтобы не пропустить ничего в техпроцессе. А пока запорожцы ждали и наслаждались ароматом сочных шкварок, повара выполняли нелёгкую работу. Мы выбираем сманец, отделяем от кусочков сала, добавляем зелень, перемалываем всю пасту, которую будем подавать. После того, как кусочки сала собрали со сковороды, их отправили в гигантскую мясорубку. Она мощнее намного, она 300 кг за час прокручивает. Наконец-то всё готово. Теперь горожане могли насладиться ароматным салом с хлебом. Вкусный хлеб, замечательные специи. Очень вкусно, большое спасибо. Оставшийся смалец от сала запорожские повара разлили в банки и планируют отправить бойцам в зону АТО. После вкусного и сытного обеда гостей Покровской ярмарки ждали настоящие казацкие бои. Оксана Заводовская, Константин Пороскевич, Сергей Чалый, ТВ5. Музыка, проверенная временем и песни, на которых выросло не одно поколение. Этой осенью легендарному «Вио Лейся» песня исполняется 41 год. За это время не раз менялся состав коллектива, а в последние годы под этим брендом выступали сразу несколько групп. Единственный в Украине официальный проект «Лейся песня» подарил жителям Запорожья два часа любимых мелодий. Хитами прошлого века наслаждалась Мария Маракелян. Уникальный проект золотой коллекции «Вио Лейся песня» был создан в 2012 году известным музыкантом и продюсером Геннадием Федосовым совместно с последним руководителем «Вио» Леонидом Смелянским. Был тщательный отбор музыкантов и певцов среди бывших участников ансамбля. Процесс затянулся на долгих три года, но результат оправдал все ожидания. Это люди, которые понимают и знают культуру «Вио». Мы считаем, что теперь, как очевидно, это отдельная культура вокальных инструментальных ансамблей. Мы решили ее реанимировать и нести. Думаем, что у нас получается. Окончательно коллектив сформировался в мае этого года. Выступление в Запорожье стало их 19-м концертом. Впереди запланировано еще 50. Музыканты с уверенностью говорят, именно в таком составе им комфортно работать. Это живое организм, и у нас все должно быть. Мы же много времени проводим вместе. То есть, как космонаты. Мы должны быть очень совместимы, именно психологически. Поэтому коллектив подобрался в ближайшее время. Вообще никаких планов, менять вообще ничего. Несменным остается и музыкальный репертуар. Это исключительно те песни, которые исполнял ансамбль с момента его основания. Среди композиторов, которые работали с «Вио» и «Сопесня», Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Давид Тухманов, Владимир Шаинский. Как и десятки лет назад, эти песни знают, любят и также душевно принимают. Нам, конечно, очень приятно, что вот эти песни до сих пор живут. И когда приходят молодежь, молодые, вообще поколения наши подрастающие, и тоже вместе с нами поют, это вдвойне нам придают силы, чтобы работать дальше и одно, понять, что мы это все делаем не зря. За два часа в зале прозвучали нетленные хиты. «Зеленые глаза», «Червона рута», «Клен», «Ты мне не снишься». Для каждого из них на этом празднике свое место. Концерт – это одно целое произведение. Даже изменив последовательность буквально двух песен, теряется фабула концерта, теряется стройность. Но как бы там ни было, есть правила, которые соблюдаются при любых условиях. Каждый свой концерт музыканты завершают несменным шлягером. «Прощать, вернуть назад» не можем мы, в юстких звездах небословно. «Прощать, ничего не обещать, ничего не говори, а что понять моим кричам, в свое небо посмотри». Екатерина Свериденко, Мария Маракелян, Эдгар Копытов, ТВ5. Никита Сердюков и Таня Ищук. Ведущие программы «Планшет» подготовили новый выпуск проекта. И сразу после новостей они расскажут вам, где и как молодым и амбициозным людям можно заработать на свою насыщенную жизнь. Не пропустите «Планшет» на ТВ5. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости из Аппорожьей области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите «Главлет» от tv5.zp.ua. В студии работал Лагерь Белышев. Увидимся в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова